Уникальные страницы истории и крепкая дружба. Именно об этом книга Алексея Солоницына «Письма о сокровенном». В сборник вошли две повести, написанные в редком эпистолярном жанре. Первое, сожженное письмо, состоит из восстановленной автором переписки двух друзей – художественного руководителя Ленинградской филармонии Ивана Солертинского и великого композитора Дмитрия Шостаковича. Они писали друг другу в 1941 году, когда Шостакович был в эвакуации в Куйбышеве. Жена Ивана Ивановича в Новосибирске, она сохранила все письма, которые писал Шостакович из Самары. Она понимала, кто такой Шостакович. А Шостакович, боясь этих преследований, зная, что письма переиллюстрируются, зная, что Солертинский – человек очень прямой, который будет говорить правду, письма сжёг. Но рукописи не горят. Это мы знаем уже, фраза стала расхожей, такой банальной даже. Слава Богу, что письма Шостаковича мне удалось достать и прочитать. Вторая часть книги под названием «Письма в небеса обетованные» – переписка Алексея Солоницына с другом и наставником, протеереем Николаем Агафоновым. До самой последней минуты мы были вместе. И когда я остался один, я подумал о том, ну а почему мне заповедное, личное, дорогое, сокровенное именно, нельзя сказать в форме эпистолярном. На презентации книги «Письма о сокровенном» присутствовали представители творческих сообществ и учреждения культуры и образования Самарской области, а также писатели-музыканты и композиторы. Я начал читать эту книгу и, знаете, не мог оторваться. Так настолько это было интересно. Алексей Алексеевич взялся за эту работу и так увлекательно, в увлекательной такой форме это сделал. У меня было ощущение, что я начал читать киносценарий будущего фильма. Книга была издана Самарским областным отделением Союза журналистов России благодаря грантовой поддержке правительства Самарской области. Августина Охременко, Николай Сидоров. События. Книга. 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 Книга.